всем привет дорогие друзья вы на канале пока шеварим сегодня у нас мощный при мощный камбэк в прошлое вообще в прошлое то есть в детский садик где нам подавали такие биточки манные биточки с киселем политым вот поэтому здесь кисель стоит ждет своей очереди в общем готовим манные биточки и окунаемся в детство но прежде чем окунемся в эту классную уютную такую ностальгическую атмосферу предлагаю вам окунуться еще и в русские традиции одна из самых мощных хочется сказать сочных традиций которые есть у нас это пить чай из самовара да это это целая целая религия и вот есть канал который называется тульские самовары как раз посвящен не только вот производства они они делают самовары и продают не только как как эти самовары делают не только как их украшают это канал вообще про русскую культуру там вы можете посмотреть как делаются матрешки как делаются классические русские различные сувениры в общем канал действительно интересный ссылочка в описании переходите подписывайтесь и наслаждайтесь а мы готовим манные биточки еще начнем как вы думаете с приготовлением манной каши но пара слов про манку смотрите манка в магазинах продается вы тоже обратите внимание нескольких сортов вообще-то пшеница это пшеница перемолотая почти мука на манке я сейчас ближе покажу есть разная индексация мт или мт м это мягкая т это твердое мт это смесь мягкой и твердой ну грубо говоря манки вот для того чтобы готовить какие-либо кашки использовать там в котлетках лучше использовать манку с буковкой м начнем из приготовления всеми любимой каши с комочками стараемся сделать без комочков манную кашу готовим густую манную кашу молоко ставим на огонь его надо закипятить отмерим манку вот на пол литра молока я использую где-то 6 столовых ложек манной крупы я сейчас заранее отмерю после закипания потихонечку добавляем муку вот так вот тонкой струйкой точнее манку почему я мукой называю не знаю ждем повторного закипания добавляем сюда сахар это пол чайной ложки соли я еще добавляю ванильный сахар все перемешиваем огонь уменьшите каша должна томиться она не должна прям уж кипеть варить кашу будем минуты четыре после закипания на очень медленном огне чтобы она загустела ну примерно такой консистенции то есть достаточно густая это мы ее как кашу есть не будем все можно снять с плиты оставить остывать так распределить чтобы побыстрее остыла кашка у нас подостыла ну я ее так остудил знать чтобы она была не горячая то что яйцо надо добавить она свернется как вы понимаете в общем добавляем яйцо блин скорлупка убираем теперь надо это все вымесить до однородного состояния яйцо полностью вмешать в эту густую манную кашу ну все вот достаточно однородная масса получилось из этого будем лепить теперь биточки теперь мокрыми руками нам надо сформировать биточки их обвалять обвалять их можно или в панировочных сухарях либо в муке либо в той же самой манке я буду обваливать в муке ну вот так хочу такой у меня каприз сначала шарик такой подкатываем и потом разравниваем котлетку об размер тоже определяйте сами хотите побольше хотите поменьше я сделал достаточно крупные биточки у меня так захотелось потому что у меня получилось вот 8 штучек обваливаем в муке да и вот со всех сторон лишнее стряхиваем повторюсь можно в манке обвалять непринципиально биточки осталось только поджарить на средней температуре с добавлением масла и потом так сказать вишенка на тортике это данном случае кисель нагреваем сковородку наливаем маслица выкладываем биточки подогретое масло все обжаривать их будем чисто до золотистой корочки такой хрустящий они уже готовы их есть можно поэтому наша задача сделать из них хрустяшку биточки биточки приготовились красивые желтенькие золотистенькие так выложим но вот сколько положено человеку я не знаю скажем 4 беточка до 4 беточка чтобы в середине у нас еще было место для киселя естественно все это надо залить кисельком и что верно попробовать давайте попробуем это полу десерт полу завтрак такой манная каша в новой подаче что называйте как хотите с киселем это топово вообще вот все остальное ерунда хотя на самом деле можете добавить какой-то нутеллы я не знаю сгущенки все это будет круто но просто я помню это блюдо именно с киселем если хотите рецепт киселя как приготовить дома домашний кисель там ягодный пишите в комментах сделаю вам я вернулся в детство блин сто лет не готовил эту штуку я бы не скажу это прям какой-то восторг там вкусно вы знаете все этот вкус вот ровно такой он и есть класс нет все-таки с киселем с киселем это самая наверное аутентичная история мне очень нравится повторяйте готовьте окунайтесь детства наслаждайтесь ностальгией всего вам вкусного и пока пока пока